Всем привет! Сегодня 1 сентября 2019 года и мы с вами находимся на острове Гидропарк возле Русановского моста. Смотрим, мы тут давно не были, уже недели три, наверное. Напоминаю, что последний раз, когда я здесь проезжал случайно вечером, я видел, как заливали бетонную плиту. Смотрим, что изменилось за это время. Не забываем подписываться на наш телеграм-канал, там интересно. Гуляем по мосту! Итак, сегодня день воскресный, время 6 часов вечера. Мы видим, что на мосту до сих пор еще движение не открыто в полной мере, но в то же время мы видим рабочих, видим прораба в белой касочке и что-то происходит, стоят какие-то геодезические инструменты, какая-то торчит арматура. Сейчас мы будем выяснять, что там происходит и в каком все это состояние. Для начала мы спускаемся под мост на гидропарке и смотрим, что делают здесь с пролетом и что делают с балками основными. Как мы видим, отгородили здесь что-то. видим, что стоит какая-то техника, но пока я не вижу каких-то таких особо. Ну вот мы видим, разве что сделана опалубка под заливку бетоном и точно так же сделано с противоположной стороны этого пролета. Это, напоминаю, такой первый пролет, который еще на береговой части находится и который у нас совсем дырявый. Потом мы посмотрим, что там делается сверху. А пока мы заглянем под мост, потому что здесь мы уже видим интересный вид. Сюда добрались уже под мости по приведению в порядок бетона, то есть восстановление его, шпаклевки, покраски. И на что хочу обратить ваше внимание, что от пескоструйные вот эти вот страшные части опор, которые мы вам уже показывали не раз. Они были такие очень ужасные, ржавые. Сейчас мы видим, что они полностью за пескоструйные. Что с ними дальше будет, я не знаю. Наверное, красятся. В общем-то, мне говорили, что тут никакой замены не планируется. Они еще в нормальном состоянии, в рабочем дне. Достаточно износ для их замены. Но, тем не менее, что-то будет, наверное, делаться. Зачем-то их от пескоструили. Пройдем, немного посмотрим под мост. Напоминаю вам, что когда мы снимали здесь последний репортаж, не тот микрорепортажик случайный, а полноценный, то эти под мости, они были еще на середине. Может быть, чуть-чуть перевалили за середину. И мы видим, что даже в 6 часов в воскресенье здесь все равно есть рабочие. Можно посмотреть более внимательно, что тут делается. Мы видим старые части. И вот тут уже начинаются обновленные. В принципе, схема у всех работ подобных одна и та же, которую я вам уже много раз рассказывал. Оббивается слабенький бетон и в зависимости от того, что там под ним, делается решение, принимается либо усиливать арматуру, либо просто делать набросочное восстановление, либо еще что-то. Ну, здесь мы видим, что, в общем-то, бетон такой достаточно живой. Здесь уже оббиты части. Скорее всего, их просто за пескоструят, обмажут и, в общем-то, оно будет стоять еще долгие годы. Мы видим, какую-то опалубку притащили. Что-то с ней будет делать. А, сняли, сняли опалубку. И вот, да, вот уже появились такие леса, которых мы раньше не видели, потому что обычно все работали с подвешенных подмастей, а теперь есть возможность что-то делать и со стационарных. Вот мы видим полностью-полностью опора, стойки опор, ригель, все это. Начали восстановление, начали демонтаж старого. Мы видим, что на среднюю балку еще не установлены швы деформационные. Мы еще видим, как просвечивает насквозь воздух, небо. И так же мы видим, что продолжается какая-то работа еще и по центру реки. Там тоже подмасти. И тоже работа идет. Там даже видны свежие, как это сказать, участки. Участки там, где подмазывали что-то на ригеле. Ну что ж, мы посмотрели все, что интересное есть снизу. И будем сейчас подниматься на мост и смотреть, как там обстоят дела. Несмотря на то, что сейчас первый день осени уже сегодня, как мы видим, речная летняя жизнь продолжается. Плавают на досках люди. Не знаю, как она сейчас называется. Эта доска. Есть какое-то название, если я не ошибаюсь. Видим, какие катера мощные ходят. Ну а мы наверху. Ну что ж, вот мы наверху и смотрим, что собственно здесь и отбывается. Мы видим, как здесь идет подготовка к установке деформационного шва. Видим, что здесь что-то залито. А что-то это, как мне подсказывает уже наш опыт с вами по мостам. Плиты примыкания. Береговой части к первому пролету. И мы видим, как собственно устанавливают деформационный шов. Вот сейчас влево от меня та часть, которую я вам показывал, из-под моста. Там, где установлена временная опалубка. Видим, как выпуски арматуры сейчас загнуты. А потом их подварят уже к вот этим вот петлям шва. Видим, как геодезист. Если я не ошибаюсь, это у нас нивелир. И вот он по планочке специальной. Он выставляет высоту. И ребята сразу же фиксируют. И обратите внимание, что шов заходит аж на блок тротуарный. Он же жолоб, он же лоток. Далее мы видим, так же установлен уже такой же шов. Я не знаю, он уже полностью там установлен. Либо же он только наживлен. И его будет так же устанавливать, как и этот. Но мы видим, что в общем-то... Здесь не бездельничают. Мы видим, куда уходит шов. И заканчивается за забором. Далее будет шов на уже ранее открытой части. И новый шов соединены между собой. Так же будет соединен резиновый уплотнитель. И после этого все это будет заливаться бетоном уже. Ну что ж, пройдемся по мосту. Посмотрим, что сделано за это время. Мы видим, что практически идеально залиты плиты. Мы видим, что очищен лоток. Достаточно в хорошем он состоянии. В том месте, где мы его с вами видим. Посмотрим, сейчас там наверняка уже залили обвалившиеся части его. Видим, что-то здесь шурфили. Не знаю, что. А, это, прошу прощения, это испытание гидроизоляции и праймера под гус-асфальт. Ну, логично все. Для того, чтобы потом асфальт никуда не делся, не поплыл, надо испытать на новом бетоне, как эти слои будут держаться. Вот мы видим послойно, напоминаю, здесь один слой, это грунтовка, потом идет, если не ошибаюсь, гидроизоляция, и потом идет специальная для лучшего сцепления с гус-асфальтом субстанция. Так, ну что, смотрим. Это то, куда мы смотрели снизу. Снизу, как видим, здесь еще не сделано ничего по шву. Так что, скорее всего, они решили идти от гидропарка. А мы идем в противоположном направлении. Так, вот мы видим, стоит опалубка. Что у нас в опалубке? А в опалубке у нас залита вертикальная часть лоточка. И его донная часть тоже мы видим залита впереди там. Напоминаю, кто не помнит, там у нас была сквозная дырка. Одна такая ржавая арматура торчала, и сквозная дыра была вниз. Было видно реку. Теперь мы не видим реку. Насколько я вижу, залита эта лодковая часть по всей длине. И вот мы видим, уже лежат приготовленные швы. Ага, там мы просто прошли, не заметили. Там тоже швы лежат подготовленные уже. То есть сейчас, я думаю, на предстоящей неделе их полностью должны смонтировать. Залить, возможно. Но потом, скорее всего, будут асфальт сложить. Вот это было самое, напомню, отвратительное место здесь. И мы видим, что здесь понадобилось достаточно много усилений каких-то. Вот мы видим, сколько всего наварено здесь. Тут не просто арматура, тут какие-то из пластин что-то наваривалось. Не знаю, что это, но это, наверное, вот была, да, такая самая проблемная часть. Она еще пока не готова, не закончена. Вот здесь мы тоже видим какие-то серьезные такие усиления. Причем мы видим, что здесь даже потребовалась перевязка такая интересная с арматурой флиты. и вот такие вот интересные здесь косауры поставлены. Есть подозрение у меня, что это сделано для того, чтобы вот это вот жалкие ошметки этого лотка, чтобы они не пошли сюда и не вывалились рельсы метро вместе с балластом, который там их поддерживает из щебня. Я думаю, что для этого это было сделано, но мы видим, что уже готово. То есть для заливки осталось только выставить опалубку и все это сделать. И впереди мы видим еще, точнее даже больше не видим, а слышим, как работают ребята отбойными молотками. Я так понимаю, сейчас мы подойдем посмотрим, но я думаю, они делают вот эти вот выравнивания мест под реформационный шов. Здесь мы видим еще часть плиты не залита, потому что подмасти висят и крепления оставлены открытыми. Да, я был прав, это готовят место для шва. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. вот мы перешли уже в середину видим что здесь совсем плохой участок мы видим насквозь уже усиленную арматуру плиты и старую такой интересный прямоугольный участок возможно его специально для чего-то оставили в качестве какого-то люка ревизии потому что каких-то дополнительных усилений не видно, видно что специально оставлено среди заливки новой вот такая вот квадратная или прямоугольная форма и мы видим дальше вот залиты уже далее боковины лотков ага, с этой стороны тоже уже устанавливают швы идут с двух сторон, как мы видим здравствуйте да, здесь похоже уже он выставлен и сейчас его крепят уже намертво под заливку и это у нас последняя последняя балка и дальше еще маленький пролетик такой же, как и на противоположной стороне здесь еще не установлены швы как мы видим напоминаю, что пролетик был в очень клиппингом состоянии теперь мы видим анзолит красиво и оставлены только места где будут швы бетонироваться ну и здесь мы тоже самое видим место под деформационный шов и залиты плиты примыкания ну что ж, мы посмотрели прошли весь мост сверху и теперь спускаемся под мост на стороне станции Левобережное метро мы видим, что начаты работы но пока еще до завершения далеко по реставрации лестницы напоминаю, что со стороны гидропарка там уже все закончено давно ну а здесь мы видим центральная часть и нижняя часть уже выложены ступени гранитные а верхняя часть еще не выложены до конца и что будет на площадочках пока тоже мне неизвестно также мы видим залитую лесенку но честно говоря я уже не помню мы так давно здесь не были был ли там каркас или уже была заливка напомните мне пересмотрите кому интересно наш предыдущий ролик именно с полноценным обзором мы смотрим на места которые мы видели сверху здесь будет заливаться шов с одной стороны и с другой стороны мы с вами подходим к лесенке новой по-моему все-таки она была у нас уже залита я даже замечал что здесь будет плитка и вот это мне честно говоря не совсем понятно но я не вижу никаких работ по укреплению откосов можно было бы их сделать за это время хотя бы частично как мы видим уже даже опалубочка начинает ползти и дождиком смывают песок отсюда в общем это мне не понятно но поскольку я стараюсь объективно все вам показывать то я вам показываю вот это мне не ясно причина задержки этих работ ну что ж на этом я заканчиваю репортаж что-то нас порадовало что-то нас не порадовало но тем не менее мы посмотрели как обстоят дела честно говоря я не знаю когда должны были закончить этот мост потому что сегодня в фейсбуке я прочитал что вроде бы как согласно каким-то счетам информационным уже сегодня должны были пустить движение с первого сентября но мы как видим пока еще работы тревают но работы идут и люди работают несмотря на воскресный день несмотря на то что уже конец рабочего дня надеюсь что в общем-то уже скоро скоро мы получим мод обновленный я вас благодарю за ваши лайки донаты за ваши комментарии подписки за ваш интерес к Киеву к нашему каналу не забываем подписываться на канал если вы сюда случайно попали здесь много интересного по разным темам разные мосты разные дороги разные парки где-то новостройки где-то ЖК где-то мы зацепляем ТРЦ строящиеся какие-то конечно хотя у нас основная направленность это все-таки инфраструктурные большие объекты такие как путепроводы мосты и прочее которые важны для многих жителей но иногда мы что-то показываем и другое спасибо вам мира, счастья, добра не забывайте подписываться на наш телеграм-канал пока не забывайте м о что то что что не забывайте Субтитры подогнал «Симон»